Всем привет, добро пожаловать на мой канал снова, меня зовут Юля и в сегодняшнем видео, как вы уже поняли из названия, мы будем заниматься распаковкой очередного адвент календаря, на этот раз от MAC. Этот календарь от MAC называется у нас Boom Boom Wow Mini Адвент Календарь. Когда увидела приставку мини, я подумала, а разве бывает такое, чтобы адвент календарь мог быть в мини формате? Как-то я такого не встречала, встречали ли вы? Стоимость этого календаря составляет 99 долларов американских, я покупала его на американском сайте MAC, и в общем ценность товаров, которые мы должны получить внутри, составляет 163 американских доллара. Стоимость его, если пересчитать в русские рубли, будет 7665 рублей, и если перевести ту ценность, которую мы должны получить в этом адвенте, она будет составлять целых 12620 рублей. Это вообще очень-очень даже круто, но надеемся, что в этом календаре будет что-то годное, потому что я помню, что в прошлых адвент календарях MAC в прошлом году у них прям ну все были помады, помады, что-то там неинтересное все и какое-то такое, знаете, не вау. Поэтому очень надеемся, что в этом году все будет иначе, все будет очень как-то по-хорошему, да, по-хорошему, чтобы нас не расстроил в этом году. И, кстати говоря, дизайн этого адвент календаря, он коррелирует с дизайном их новой коллекции Frosted Fireworks, на которой я делала уже обзор, и это прям супер похожие дизайны, они реально идентичные. Вот так выглядит упаковка, которую я получила, в которой я получила этот адвент. Сначала, если честно, подумала, это адвент или что это такое, потому что, ну, коробка даже как-то не кажется, что там что-то такое адвентовское лежит, ну, не знаю, у меня не было такого ощущения. Я еще подумала, это точно адвент или что-то другое от Мак? Я уже перестаю болтать, и не забывайте, ребят, подписываться на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии, мне будет очень приятно слышать фидбэк от вас. И давайте уже погрузимся в мир магии и красоты. Тут, на самом деле, у нас все просто 12 дней, и, в общем, открываешь каждый поочередно, очень легко. Мне кажется, что я видела, что у Мака адвент календари были какие-то более красивые, более новогодние, даже в формате звездочки это все было, по-моему. Если я не ошибаюсь, может, это слишком ранний адвент календарь от Мак? Я не знаю. Очень легко сориентироваться тут, в плане того, что здесь идет 1, 2, 3, 4 до 12, 12 дней красоты. Мне кажется, что они могли сделать и даже и больше. Давайте откроем наш первый день, наконец-то. Они выглядят, как какие-то кусочки тортика, мне так кажется. Что уже нравится мне, что они очень классно все это упаковали, вот такая упаковка, когда товар упакован еще и в бумагу. Это, знаете, доставляет еще больше эстетического удовольствия, когда открываешь этот лент. И мы видим помаду. Подождите, это полный размер помады? Оттенок называется Velvet Teddy и это матовая помада. Невероятно красивый оттенок, который подходит, кстати, к моей кофте сегодня тоже. Я специально взяла свою любимую помаду от Мак, чтобы сравнить, полный ли это размер. Да, это полный размер. Потрясающе. Мне кажется, это отличное начало, потому что помада, которую мы получили, она в невероятно носибельном оттенке. Никакой не яркий, никакой не, не знаю, малиновый или морковный. Круто. Давайте перейдем к нашему второму дню. Тени однушка. Да, я угадала. Это однушка теней в очень нюдовом красивом оттенке. Оттенок называется All Dead Glitter. Они с блестками. И посмотрите, у меня есть тени из их коллекции. Новые Frosted Fireworks. И это полный размер. То есть, получается, вы можете купить эти тени по отдельности. Носибельный оттенок на каждый день. Мне нравится. Он с таким небольшим блеском, немножко золотистым отдает. Мне кажется, что, несмотря даже на то, что мы еще открыли второй день пока, календарь уже как-то начинает даже радовать нас. День третий. Мы получаем наш Strobe Cream. Блестящий крем, типа как хайлайтер. То есть, его можно использовать как хайлайтер, так и добавлять в ваш тональный крем. У меня есть такой же Strobe Cream, точно в таком же оттенке. Если честно, я, наверное, купила его, не знаю, года два назад и до сих пор не могу его закончить, потому что, ну, там реально очень много продукта. И, в общем, в нашем маленьком размере мы получаем целых 6 миллилитров продукта. И этого достаточно хватит надолго тоже. В общем, в принципе, очень даже неплохой sample size. Возможность попробовать Strobe Cream от MAC без надобности покупать целую банку, потому что я помню, что достаточно дорого стоит полную версию. И такой вот у нас был третий день. Вообще, пока что претензий нет. День четвертый. Тушь. Это у нас тушь. Тушь от MAC это всегда хорошо. Я ни разу не пользовалась тушью от MAC в своей жизни, но, наверное, это первый раз как раз таки. Мне кажется, это, скорее всего, какой-то тревел размер. Вау, какая интересная кисточка. Она прям супер такая, как резиновая. Наверное, очень хорошо будет ею разделять реснички. Тушь для придания невероятного объема ресницам. Мы в конце почитаем, сколько же стоит эта тушь в полном размере или в тревел размере. Давайте перейдем к нашему пятому номеру. Тут, в принципе, все очень легко. Что-то очень-очень маленькое, очень маленькое чувствуется. Мини-помада. Оу. Какой? Это Ruby Woo? Нет. Это оттенок Cockney. Очень супер такой яркий красный оттенок. Кстати говоря, у меня этот оттенок сейчас на моих губах. Вы не поверите, это совпадение или нет. Но, когда я покупала этот календарь, MAC, в общем, дал мне выбор либо взять пробники их тональных кремов, либо помады. Я взяла помады и как раз-таки нанесла эту помаду в оттенке Cockney на свои губы. И она гораздо более такая сияющая, блестящая у нее финиш, чем матовый. И это очень, мне кажется, прекрасный цвет, прекрасная формула на как раз-таки праздники. Дальше переходим к номеру шестому. Надеюсь, это не помада опять. Это у нас Lip Glass или такой очень сияющий блеск для губ в оттенке Brilliant. Наверное, Brilliant. Мы получаем целых 2,4 грамма продукта. Сделал он в Канаде. О, супер блестящий оттенок. Он супер перламутровый. Очень много перламутров в этом оттенке. Ну, приятно пахнет на самом деле. Такие блески, они очень хороши. Просто бросить в сумочку это все и радоваться жизни, потому что не нужно таскать такие огромные, знаете, не знаю, упаковки блесков в сумке. Все очень компактно. Номер седьмой чувствуется легким у нас по какой-то причине. Наверное, это все-таки тени однушки опять. Да, я угадала, это тени однушки, но на этот раз они у нас матовые. Очень красивый матовый коричневый нюдовый оттенок. Очень хорошо будет он сочетаться с нашим первым более сияющим оттенком из однушек теней наших. Пока что мы хорошо двигаемся, мне кажется. Перейдем к номеру восьмому. Восьмой номер, обрадуй нас, пожалуйста. Чувствуется, что там маленьким, миниатюрным. Вы думаете, это тоже помада будет в миниатюрном размере? И вы окажетесь правы, потому что это помада. В супер симпатичном, розовато-нюдовом таком оттенке. Мне нравится. Оттенок называется у нас, кстати говоря, Craving. И эта кремовая помада у нас, получается, сделана в Канаде. Цвет, он очень опять же носибельный, никакой не супер яркий, неоновый, нет. И он подойдет всем у каждого, на самом деле. Очень интересный момент. Вот такие миниатюрки можно купить в Маке за долларов 10. Вот такой маленький размер помады. Поэтому мне кажется, это неплохо. Потому что, учитывая, что Мак у нас известен своими помадами, качеством их, это, в принципе, понимаемо, что они кладут помады почти в каждом номере, правильно же? Номер 9 у нас идет теперь. О нет, по-моему, это опять однушка теней. Да, это однушка теней в очень черном оттенке, который называется у нас карбон. Карбоновый оттенок, супер черный. Угольный, я бы сказала, цвет. Случится он достаточно суховато. То есть, я не могу сказать, что это такой, знаете, супер кремовый оттенок теней. Понятное дело, это все-таки матовый. Но я не знаю, рада ли я получить такой черный матовый оттенок теней, который я никогда не буду использовать, возможно. Ну, наверное, кому-то понравится. Номер 10. Номер 10 мы опять встречаем тот же самый лип-глосс в уже более таком нюдовом оттенке, нюдово-розовом оттенке. Спайс, это оттенок Спайс. Такая вот парочка, мне кажется, что прикольно, почему нет, более светлый, более темный оттенок, да, блеска. Пахнет он как более маслянисто, более чувствуются масла какие-то питательные в нем. И это красивый оттенок. Опять же, подходит очень под мою кофту сегодня, как мне кажется. Осталось у нас последних два номера. Номер 11. Да ладно, это опять блеск. Тот же самый блеск, но уже в оттенке Delightful. Симпатичный, реально симпатичный. То есть тут можно увидеть, что блески идут по нарастанию интенсивности цвета. Как-то вот так вот. Давайте посмотрим, откроем его, понюхаем хотя бы, что ли. Пахнет приятно, больше ванильный, чем какой-то масляный аромат у него. И мне кажется, что цвета, они даже как-то не особо отличаются от вот этого вот более темного. Как-то они одинаково достаточно смотрятся, но может на губах по-другому. Окей, будем надеяться, что в нашем последнем номере, в 12-м, будет что-то дельное, классное, восхитительное. Потому что, я не знаю, как я чувствую насчет этого календаря пока что. Помада! Я очень надеялась, что это будет либо полная версия помады, либо больше, чем travel-версия, да. Но это все такая же миниатюрная помада в очень красивом винном оттенке. Как называется она у нас? Дива, матовая помада. Это красивая, классная помада, но, вы знаете, ожидаешь в последних дней увидеть что-то такое невероятно сумасшедшее, классное. Вот, чтобы вот ощущение праздника было. Почувствовали ли вы, что у нас было ощущение праздника от Мак в этом году? Пишите в комментариях. Я не знаю, мне кажется, что они могли положить в этот последний 12-й номер что-то другое или большой размер помады. Да, мы получили огромный, нет, это не тот, мы получили огромную, огромную помаду в нашем первом номере. Но что насчет 12-го номера? Почему все так хиленько, как-то не густо, печально, понимаете? Давайте сейчас посчитаем это все, сколько мы получили вообще средств. На какую сумму? Сравним ее с тем, что нам обещает Мак. Я вернусь к вам уже через секунду. Ну что, ребят, после подсчетов я поняла, что Мак немножко не доложил нам продуктов, потому что я насчитала все продукты, которые мы получили сегодня, а именно мини-размеры. И, в общем, одна полноразмерная помада обошлись нам в 157 долларов вместо обещанных 163 долларов. То есть, учитывая, что мы получили, сколько мы получили, три маленьких размера помад, которые вы можете купить также по отдельности. Они стоят по 12 долларов каждый. Здесь, по-моему, около 1,8 грамм продукта. Также эти блески вы можете купить по отдельности. Они тоже стоят по 12 долларов каждый. Неплохо, да? Это тушек в мини-размере. Вы можете тоже купить ее, в общем, в таком мини-размере. Это будет стоить вам 16 долларов за вот такой объем. Помада эта стоит 19 долларов. Полный размер. И также тени, которые мы получили, целых три штуки. Это полный размер. Вы можете купить их по отдельности. И цена каждой из них 18 долларов. То есть, это все правда на самом деле. Да, все товары, они мини-размеры. И нет такого, что здесь прям, знаете, супер-пупер мини какой-то пробник. Однако, да, он есть. Наверное, это будет пробник этого мак-строп-крем. Я не нашла цену его. И, наверное, поэтому у них получилась чуть больше цена. Потому что они, наверное, посчитали, что этот мак-крем-строп-крем не пробник, а это как бы такой мини-размер. Хотя это неправда. Вы не можете купить супер такой маленький размер этого крема в маке. Поэтому, в общем, да, 157 долларов и 163 доллара, которые мы должны были получить, наверное, разница не такая уж большая. Но, в общем, вы понимаете, что иногда очень классно посчитать и посмотреть, что же обещает производитель нам и что мы получаем в итоге. Итак, что я хочу сказать. Понравился ли мне этот календарь? Определенно и да, и нет. То есть я могу сказать точно, что мне понравились помады, которые я буду использовать весь год, наверное, у меня уже их столько. Мне понравился очень тот факт, что все оттенки помад, они очень хороши на повседневную носку. То есть нет каких-то, знаете, супер непродаваемых оттенков, которые никто не покупает. Они решили их засунуть сюда, вот этот вент. Нет, все помады очень классные, некоторые из них чуть более такие фестивальны, рождественские мотивы, как, допустим, у этой помады. Ну и, конечно, нюда. Нюда здесь очень много, и это здорово. То есть, опять же, понравится тем, кто фанатеет от помад мак, это 100%. Тени, однако, я не знаю, никогда не считала, что тени мак прям супер самые классные. Однако, это хорошо иметь парочку теней от мак, но вот этот черный оттенок, я не знаю. Я бы никогда такой не купила оттенок сама лично. Почему бы не положить, было какой-нибудь сияющий оттенок, какой-нибудь такой, знаете, новогодний, вот типа, например, вот такого из их новой коллекции. Вот это было бы гораздо-гораздо лучше. Вот эти блески тоже неплохо, да, блески всегда пригождаются в косметичке. Оттенки, опять же, носибельные, почему нет, и упаковка, в принципе, если об этом подумать, упаковка, которую можно потом использовать в качестве мейкап-стенда, то есть, там, положить, поставить все ваши макияжные моменты, ваш макияжный инвентарь, и, в общем, это будет красиво смотреться. Вот поэтому мне нравится, что это reusable, или это можно использовать еще помимо календаря и просто выкинуть это после этого. Нет, скорее всего, я это оставлю, это будет, ну, такой подставкой красивой. В общем, я не знаю, ребят, я не могу сказать, что я прям, ах, макияжный календарь, покупайте его, потому что он, не знаю, стоит своих денег. Он стоит, он своих денег, конечно, потому что вы отбиваете свои деньги, заплатив за него 99 долларов, вы получаете товаров на, ну, 150 долларов. В общем, то, что я заплатила за него почти больше 100 долларов, да, и я получила продуктов на 150 долларов, это круто. На другой момент, буду ли пользоваться ли я всеми продуктами, которые я получила в нем, например, вот этими тенями, особенно черными тенями, конечно, нет. Но, в общем, опять же, если вы фанатеете от маковских помад, это, конечно, тот самый календарь, потому что тут все почти о помаде, о блеске, да, тени, в смысле тени. Тушь, тушь тоже хороший, мне кажется, вариант для подарка, но вообще, да, будет приятно узнать ваше мнение об этом календаре, потому что я считаю, что есть гораздо больше адвентов, которые прям, вот, знаете, прям дают вам этот новогоднее настроение, новогодний этот вайб, вот. Это же, да, прикольно, но, конечно, могло быть и лучше, мне кажется, вот так вот. Делег не жалко, который я за него отдала, 100%, но будем ждать в следующем году чего-нибудь более такого, более праздничного, потому что они могут, я уверена, что они могут, я в это верю. Такой вот у нас адвентик был, распаковка такая была, мне будет очень интересно узнать ваше мнение, что вы думаете, купили ли вы бы этот календарь от MAC, заинтересовал ли он вас или нет. Еще мне кажется, что вот адвенты в Британии и в Америке, они как-то отличаются, потому что я помню, смотрела распаковку какого-то блогера от календаря от MAC, и у них она была в форме звездочки, что-то вроде того. И я немножко была удивлена, что она не в форме звездочки, а вот в такой мини-ракушке какой-то, я не знаю, как это еще назвать. В общем, да, лидер, спасибо, что досмотрели это видео до конца, я желаю вам прекрасного дня, хорошего настроения, идеальных макияжных дней. Я не прощаюсь с вами, ваша Юля, всем пока!